Капитан Рондон Фернандес Алиадес Механик-водитель капитан Салазар Нунис Луис Карлос Куба! Четвертая огневая дорожка танк синего цвета И вновь депутант танкового биатлона Республика Судан Командир танка рядовой Мохаммед Фадал Атахар Рахма Наводчик-оператор сержант Абдала Аль-Тахир Мохаммед Механик-водитель капрал Умар Хасан Мохаммед Али Итак, друзья, ну что ж, звучит горно Итак, традиционный сигнал для занятия штатных мест в боевых машинах Танках Т-72Б3 Все команды выступают на танках, предоставленных российской стороной Итак, ревут моторы 840 сильные двигатели танков Т-72Б3 Первыми будет вставать танк желтого цвета Экипаж Социалистической Республики Вьетнам, друзья Ну что ж, белый флаг поднят Экипаж докладывает о том, что готовы начать движение по трассе индивидуальной гонки Впереди выполнение трех огневых задач Боевая стрельба по 12-м, по 25-й и 9-й мишеням Мы подробно остановимся на каждой боевой стрельбе неоднократно При введении боевой работы каждому экипажу Ну что ж, посмотрите, какая красивая сейчас картинка с высоты птичьего полета Видны хорошо все четыре экипажа, участвующие в этом заезде Мы пожелаем удачи всем участникам И пусть выйдет сильнейший лучший результат Посмотрим, кто покажет в этом заезде Вьетнам отправляется на трассе индивидуальной гонки Под бурные аплодисменты своих болельщиков Немалое количество болельщиков сегодня здесь на полигоне Алабина Ну что ж, впереди первое препятствие В первую очередь для механика водителя Это участок маневрирования Змейка в простонародье Участок, на котором механи-подитель демонстрирует все свои навыки Все свои умения, маневрируя Лавируя между столбами Столбов четыре, но по завершению К маневрированию нужно выйти в ограниченный проход Вот сейчас как раз выходит экипаж Вьетнама И отправляется на участок загрузки боеприпасов Представить загрузить три штатных боеприпаса экипажу Для введения боевой стрельбы по трём мишениям номер 12 Имитирующим танк противника Тренерская группа сейчас на экранах была командой Вьетнама Итак, останавливается экипаж Ну что ж, давайте посмотрим на слаженность работы по загрузке боеприпасов Выбираются все Позначают построение и начинается загрузка Каждый знает своё место Механик-водитель подаёт боеприпасы наводчику-оператору Наводчик-оператор отправляет их в боевую машину Там передаёт командиру, который, собственно, уже и загружает их Скорость достаточно быстро подкидывая Осторожнее нужно быть повнимательнее при загрузке боеприпасов Итак, последний боеприпас остаётся И можно начинать движение Механик-водитель отправляется На своё штатное место в боевой машине И продолжит движение после доклада о готовности и загруженности боеприпасов Итак, следующим стартует команда Республики Ангола Сейчас мы увидим их старт, а пока команда, прошу прощения, Вьетнама Отправится на участок ведения огня Итак, Ангола, друзья мои, стартует в индивидуальной гонке Итак, первый экипаж Ангола отправился по трассе индивидуальной гонки Первые секунды прошли У Вьетнама уже 2 минуты 20 секунд позади Мишень в поле 1600 метров дальность до цели Ну что ж, нужно сосредоточиться, собраться силой, с духом И наводчику-оператору найти, обнаружить цель и выстрелив поразить её Одна не обстрелянная, одна не поражённая цель, прошу прощения Это штрафная дистанция, штрафной круг 500 метров, штрафная дистанция, их 2 на трассе индивидуальной гонки По образцу правил классического биатлона За промах, но только в отличие от классического биатлона В эстафете за промах он управляет на штрафную дистанцию Ну а в танковом биатлоне и в индивидуальной гонке В эстафете за промах и не попадание по цели Штрафная дистанция Итак, ну что ж, все готово для того, чтобы лишить свою команду возможности пройти штрафную дистанцию. Но пока выстрела нет, есть какие-то, быть может, проблемы и трудности. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы их не было ни у одного экипажа, ни у одной из команд. Лишень в поле 1600 метров. Загрузка боеприпасов уже ведется командой Анголы. Выстрел! Недолёт, друзья мои, недолёт. Это не засчитывается как поражение, потому что снаряд попадает в землю. И только лишь в земли за русскую попадает мишень, друзья мои. А это, в любом случае, не её поражение. Итак, вторая мишень в поле 1700 метров для команды Вьетнама. Новости гратор, но следует с целей. Выстрел! Есть цель! Есть цель! Цель поражена. Ну, что ж, ликуют болельщики сейчас Вьетнама. Вьетнамской сборной. И третья мишень поднята на дальности 1800 метров. 4 минуты 15 секунд позади. У команды Вьетнама придется пройти уже как минимум один штрафной выстрел. Два штрафных круга заработала команда Вьетнама. Ну, что ж, я думаю, быстро справятся с этой задачей. Пройдут лишний километр и продолжат своё движение по трассе индивидуальной гонки. Итак, на трассе у нас уже два танковых экипажа. Экипаж Вьетнама и Анголы. Ангола уже, в принципе, готова выдвигаться на рубеж открытия огня. Ну и третий танк появляется на трассе. Танковый биатлон и юдальные гонки. Это команда Республики Куба, друзья! Впервые участвующие в танковом биатлоне. Давайте поприветствуем команду. Первый экипаж выступает в этом заезде. Ну что ж, первое препятствие для механика-водителя капитан Салазар Нунис. А красная мишень в поле Ангола. Рядовой Фернандо Сезуи де Жезуш Мануэль будет вести боевую стрельбу. Ангола неоднократный участник международного конкурса танковый биатлон армейских международных игр. Ну и пятые юбилейные игры не исключение для команды Анголы. Традиционно приезжают, выступают, делают выводы, обучаются и выступают все лучше и лучше. Отличает главный судья соревнований. Итак, ну что ж, давайте посмотрим на результат боевой стрельбы. Пока, к сожалению, никакого результата нет. Результативность работы пока только лишь на глазах мишеной команды. Мишень в поле, мишень поднята. Прекрасно просматривается красного цвета. Каждая мишень окрашена в тот цвет. В соответствии с цветом танка выступающей команды. Так, четыре минуты позади у Анголы. Ну а у Вьетнама 6 минут и 12 секунд. Не удается осуществить поиск мишени, пока не видит цель. Наводчик-оператор, вот и главный судья, и тренер команды Анголы. Выстрел! Промах. Цель не поражена. Один штрафный круг зарабатывает команда. Итак, вторая мишень в поле. Ну что ж, нужно попадать. Нужно минимизировать количество штрафных кругов в своей команде. Своему экипажу. Выстрел! Ну, как говорится, в молоко. Нет попадания. Цель цела и невредима. Итак, впереди третья мишень. На дальность 1800 метров. Внимание! Мишень в поле! И выстрел! Разносит мишень в щепки, но это не долет, друзья мои. Это не долет, это все же рикошетом сносит мишень, но это не попадание. Когда есть попадание, мы видим с вами отлично прорисованную фактически ровненькую круглую пробоину от снаряда. Но на данный момент, вот, видим, прекрасно сейчас был недолет и мишень попросту разворотила. Итак, в повторе сейчас как раз-таки боевая стрельба команды Вьетнама. Две штрафных дистанции предстоит пройти, одно попадание было, но тем не менее и на том спасибо. Неплохая работа. И третий выстрел у Вьетнама. Один из выстрелов на экране был результативным. Ну что ж, команда Вьетнама продолжает движение по трассе индивидуальной гонки танкового биатлона. Преодолела препятствие Брод. Ну а команда Кубе загрузила боеприпасы и впереди боевая стрельба по мишеням номер 12. Очень интересно посмотреть, что продемонстрирует нам Кубинская сборная. Первый экипаж, еще раз напомню, впервые принимает участие в танковом биатлоне. Итак, останавливается на рубеже открытия огня Кубинская сборная. Первый экипаж, мишень в поле. Ну что ж, наводчик-оператор капитан Рандон Фернандес. 30-летний, опытнейший военнослужащий в вооруженных силах Кубы уже более 10 лет. И так, внимание, нужен выстрел, нужно попадание. И абсолютно не нужны ни болельщикам, ни экипажам штрафные круги. В это время команда Вьетнама зарабатывает штрафную площадку. Уточняем за нарушение какого из препятствий, но однозначно на пистоп придется зайти. Да, экипаж ведет поиск цели. Наводчик-оператор Рондон Фернандес. Выстрел. Немного ниже, ниже и левее взяли. Нужно повыше брать, но может быть сосредоточиться. Сейчас наводчик-оператор и все же будет цель поражена. Давайте посмотрим. Вторая мишень в поле. Мишень номер 12. Дальность 1700 метров. В Куба. Итак, в это время готовится команда Судана стартовать. И есть попадание. Кубинская команда справляется с волнением. Наводчик-оператор сосредоточился и попал четко прямо в цель. Еще одна мишень. Итак, 1800 метров. Дальность до цели. Внимание. На самом деле, метеоусловия достаточно сложные. Видимость стала значительно хуже, чем была до обеда. Большой туман. Здесь чем мишени немного хуже просматриваются. Но, тем не менее, это не мешает наводчику-оператору второй раз поразить мишень и отправиться всего лишь на один штрафной круг. И продолжить преодоление препятствий на трассе танкового биатлона и пополнение еще двух огневых задач. Ну что ж, Куба дебютирует в танковом биатлоне. И очень-таки здорово начинает с двух попаданий по двенадцатым мишеням. Вот давайте посмотрим в повторе. Четкое попадание. Хорошая работа. Наводчик-оператор капитан Рандон Фернандес. Так, танк желтого цвета. Команда Виттана после битстопа проносится мимо круга на славу. Ну, точнее сказать, проезжает. Может, не на большой и огромной скорости. Но, тем не менее, наверное, все же это правильно. Механик-водитель осторожно ведет машину, не нарушая порядка преодоления препятствий. Ведь уже один раз поплатились и заехали на штрафную площадку, где потратили, ну, как минимум, лишнюю минуту. Итак, команда Виттана впереди ребенка. Впереди участок мимо двенадцатого рождения. А вот и Куба. Она прекрасно отстрелявшаяся сейчас по мишени номер двенадцать. За одно непопадание зашла на штрафную дистанцию. И, я думаю, пройдет ее достаточно быстро. Механик-водитель также кубинский, опытный военнослужащий, капитан Залазар. Ну, и уже половина дистанции фактически штрафной пройдена. А вот красный танк команды Ангулы преодолевает препятствия в рот и выходит на противоположный берег. Хорошо справляется с поставленной задачей механик-водитель. Но впереди еще три препятствия. Отсечка по времени и второй круг с выполнением второй огневой задачи. Ну что ж, механик-водитель, безусловно, это очень здорово, когда он хорошо справляется с вождением боевой машины. Но в первую очередь нас интересует боевая стрельба. Результативная боевая стрельба экипажей по мишеням. Представлены в танковом биатлоне. Это двенадцатые мишени. Имитирующий танк противника. Мишень номер двадцать пять. Имитирующий вертолет. Вот завише вертолет, если быть точнее. И мишень номер девять. Вручная противотанковая гранатомет. Итак. Итак, команда Судана. Также впервые принимают участие в танковом биатлоне. И ведет загрузку боеприпасов. Обозначили построение. Давайте понаблюдаем. Ну что ж, быть может не с такой большой скоростью, но все же впервые участие переживают и волнуются танкисты Судана. Поэтому делают все с наибольшей осторожностью. Быть может до автоматизма пока еще не доведен этот элемент. Но, тем не менее, загрузку осуществляет. И остается уже совсем немного до выполнения первой огневой задачи. Ну что ж, давайте посмотрим еще раз по времени. У Вьетнама позади 13 минут и 58 секунд. Куба 9 минут уже на трассе. Ангола 12 минут. Ну а Судан буквально только 4 минуты назад стартовал. Итак, команда Анголы проносятся мимо тургана славы. Механик-водитель первый Капрал Жара Марселину. 36-летняя военнослужащая вооруженных сил Анголы. Воспитывает троих сыновей. Вооруженных сил Республики уже 17 лет. Довлекается футболом в свободное время, участвуя в любительских матчах Республики. Итак, преодолели препятствия колейный мост. Белый флаг поднимает полевой арбитр. Не было нарушения порядка преодоления препятствия. И второй круг у Анголы, друзья. Впереди вторая огневая задача. Искусственная неровность. Впереди команды Анголы. Гребенка. Желтый танк. Социалистическая республика Вьетнам. Заходит на следующий участок боевой стрельбы, друзья. Это боевая стрельба из зенитного пулемета. В исполнении командира танка. Помогает сейчас экипаж. Загрузку боеприпасов осуществляет. Стрельба ведется по 25-й мишени. Это вертолет. Зависший вертолет противника. Дальность до цели 900 метров. Итак, мишень. Вертолет. Поднимается. И вот она уже в поле. После доклада. Можно открыть огонь. Все готово. Можно начинать боевую стрельбу. В это время команда республики Куба проносится мимо Кургана Славы. Время пока лучшее у кубинцев. 11 минуты 1 секунда. По завершению первого полукруга. Хорошо проходит колейный мост. Механик-водитель. И отправляется на гребенку сейчас. Ну что, у нас пока не поражена, остается непораженный мишень номер 25. Вертолет. Команда Вьетнама. Завершила выполнение второй огневой задачи. К сожалению, результат. Не удовлетворительно. В связи с чем, придется преодолеть... Придется преодолеть последовательность штрафной дистанции. Итак, команда Судана. Впервые участвующая в танковом биатлоне в этом году. На рубеже открытия огня по мишеням номер 12. Три цели. Итак, наводчик-оператор ведет поезд к цели. Абдалла Аль-Тахир Мохаммед Абдалла. Дальность на цели 1600 метров. Т-72П3. Танк, на который принимают участие экипажи. Давайте посмотрим. В повторе была задета одна из мин на участке... На участке минозынов заграждения. К сожалению, команда Янгулы. И сейчас уже экипаж на штрафной площадке. Выполняет норматив номер один. Контрольный осмотр машины. И, выполнив норматив, отправляется обратно в танк. Для продолжения дальнейшего движения. Сначала старт. Друзья мои, 17 минут 45 секунд со старта первой команды уже прошло. Но Судан пока никак не удается. Никак не удается открыть огонь по 12-й мишени. Ну что ж, несмотря на прохладную погоду, вы видите, что одеваются потеплее болельщики. И болеют за экипажи, принимающие участие в этом заезде в танковом биатлоне. Выстрел. Ну что ж, мы слышим, как Судан открывает огонь по 12-й мишени. К сожалению, промах. Будет штрафной круг. Итак, пора. Вести боевую стрельбу по второй цели. Второй мишени. Цель. Мишень номер 12. Танк. Итак, Вьетнам уже готов. Результативность боевой стрельбы по 12-й мишени команды Судана. Ну что ж, пока, к сожалению, не удается экипажу обнаружить вторую цель на дальность 1700 метров. Команда Кубы на втором круге сейчас заходит на следующий участок ведения боевой стрельбы. Это вторая огневая задача по вертолету. По вертолету завершен вертолет. Итак, Судан справляется с второй мишенью, друзья мои. Мишень поражена. И впереди третья цель. Внимание. Мишень в поле 1800 метров, друзья. Мишень номер 12 для Судана. Третья цель. И есть зеленая мишень номер 25. Синяя для Судана. Зеленая для команды Кубы. Итак, командир танка Кубинской команды будет вести боевую стрельбу. Судан поражает вторую цель. Один штрафной круг перестает пройти. Как ведет боевую стрельбу. Командир Кубинской команды. Кубинской сборной. Командир экипажа, прошу прощения. Итак, пулемет корт, калибр 12,7 миллиметров. Именно из этого оружия ведется боевая стрельба. Но пока мишень не поражена. В случае поражения, как сейчас мы с вами наблюдаем, загорается фаер и говорит нам о том, что есть поражение цели. Ну что ж, отличная работа, командир танка. Это старший лейтенант Баскес Гонсалес Луис Альберто. Безусловно, это герои своей республики. И впервые участвуют в этих соревнованиях. Какой бы ни был бы результат, я уверен, что в возвращении домой их буду встречать, как победители. Итак, не торопясь, осторожно, взбирается на эскарб. Наш танк Т-72Б3 под управлением ангольского экипажа. И команда Кубы, первый экипаж, отправляется на штрафную дистанцию. Танк Судана завершил выполнение первой огневой задачи. Отправляется сейчас. Отправляется сейчас завершать первый полукруг и выполнять вторую огневую задачу. Отправляется сейчас. Итак, друзья, а на колейном мосту экипаж Вьетнама. Здорово справляется с этой задачей, поднимая белый флаг. Полевой арбитр тем самым говорит нам о том, что не было нарушения порядка преодоления. Впереди перебенка у экипажа, участок минно-друдного заграждения. Итак, Вьетнам на третьем круге уже. Впереди еще одна боевая. Боевая стрельба. Это будет боевая стрельба из спаренного пулемета по мишени номер 9. Ручной противотанковый гранатомет. Синий танк. Команда Судана пока на первом круге. Но я напоминаю о том, что последними стартовали. И пока выполняет здорово огневые задачи. По крайней мере, с первой дневной задачей мы видели, справились хорошо. Поразили две цели из трех. Итак, команда Анголы на втором участке боевой стрельбы. Из зенитного пулемета Корт по мишени номер 25 вертолет. Красный флаг был поднят у полевого арбитра. Это говорит о том, что экипаж не был готов. Еще, по всей видимости, не были загружены боеприпасы. Ну, а на данный момент белый флаг поднят вверх. Экипаж докладывает о готовности к ведению огня. И командир танка... Нет-нет-нет, вновь поднимает красный флаг сейчас полевой арбитр. Итак, сейчас радиоэфире. Тренер команды уточняет, в чем проблема. Но, во всей видимости, проблема с загрузкой боеприпасов. Да, боеприпасы попросту не загружены. И так, вот тот самый момент. Была допущена ошибка, друзья. Была допущена ошибка, грубейшая ошибка. Узнаем сейчас у главного суди соревнований. В чем проблема? Красный флаг поднят. Вести боевую стрельбу нельзя. Но фактически силой мыслей получилось произвести выстрел экипажа Анголы, друзья. Итак, давайте вернемся сейчас на трассу танкового биатлона. Здесь синие и зеленые танки Куба и Судан. Но, тем не менее, команда Кубы на втором круге. У команды Судана мы видим, что башня немного повернута. В несоответствии, так сказать, с требованием положения. Нужно развернуть ее в другую сторону, подальше от трибун. Смотря на то, что боеприпасов внутри нет, но, тем не менее, это правило, которое нужно соблюдать в обязательном порядке. Итак, мимо трибун сейчас будут проноситься два экипажа. И первым мы с вами наблюдаем команду Кубы. Завершает выступление на втором круге. Впереди еще третий круг и третья боевая стрельба. Третья огневая задача. 20 минут и 44 секунды. Но пока команда Кубы лидирует, дорогие друзья, в этом заезде. Итак, отсечка у Судана. 15 минут и 35 секунд. По завершении первого полукруга впереди еще две огневых задачи. Второй круг только у Судана пока. Небольшая скорость 32-29 км в час. Тут можно подарить правильное решение тренерского штаба. Не спешите, не торопиться, а выполнять максимально правильно все поставленные задачи в ходе выступления в индивидуальной гонке. Итак, мещение номер 9. Дальность до цели 700 метров. Экипаж Вьетнама. Наводчик-оператор будет вести боевую стрельбу до Кабу. Это готовность к введению огня. 15 боеприпасов выделяется для того, чтобы наводчик-оператор смел поразить данную цель. Пять боеприпасов с трассирующими пулями. Ну что ж, хватит для этого боезапаса для того, чтобы мишень была поражена. Узнаем уже, я думаю, через несколько мгновений. Итак, мишень с пулей прекрасно видна, отлично просматривается. Но пока мишень остается целой и невредимой. Мишень стеклянная, прекрасно видна, когда она разбивается, друзья. Но пока, по всей видимости, экипаж Вьетнама заработает штрафную дистанцию. Но нет, еще идет стрельба, еще ведет огонь. Наводчик-оператор вьетнамской сборной. И попадает, друзья мои, вы посмотрите. Поторопился я сказать о том, что возможно получится в штрафной дистанции. Знает свое дело наводчик-оператор и блестяще с ней справляется. Отправляется сейчас экипаж завершать третий круг. Впереди скоростной участок. Еще четыре препятствия. И финиш для экипажа в Социалистической Республике Вьетнам. Ну что ж, пожелаем удачи механику-водителю справиться с оставшимися препятствиями и выполнить задачу, поставленную задачу командирам, да и, собственно, своей стороной выступить как можно лучше на танковом биатлоне. Замечательно. Итак, экипаж Анголы предъявляет второе препятствие по соответствии с нумерацией трассы индивидуальной гонки. Выбирается на противоположный берег, поднимает белый флаг полевой арбитр. Нарушений не было. 26 минут позади у экипажа Анголы. Впереди третий круг еще. Он, собственно, не сейчас. Очередное препятствие. Бурган высадает 6 метров. Вот пока ни у одного экипажа не было проблем с преодолением данного препятствия. Можно назвать его одним из самых несложных простых препятствий. Механики-водители, тем не менее, в прошлом году были ситуации, когда механики-водители выбирали неправильную передачу и попросту не доезжали до верхней точки препятствия и допускали скатывание назад. Итак, экипаж Вьетнама на прямолинейном участке. Что ж, не плохая скорость. 60 километров в час. 62 мы видим буквально несколько раз назад. Сейчас этот тормоз уставляет скорость перед глубоким поворотом. Один из опаснейших поворотов на трассе углубаемой гонки. Опасен он тем, в первую очередь, что порой механик-водитель как раз таки недостаточно сбавил скорость, ошибается и допускает занос боевой машины. Ну а, собственно говоря, танк завести не так-то сложно. 46 тонн, одно неловкое движение на повороте. И вот уже танк, так сказать, сбился с маршрута и механику-водителя придется возвращать и танк на дистанцию. Команда Кубы на выполнение третьей огневой задачи. Давайте посмотрим, как справиться с этой боевой стрельбой. Теперь уже наводчик-оператор, командир танка заносил планку, поразив мишень. Но сейчас нужно справиться и с этой целью отправиться в дальнейшее путешествие по гидальной гонке, минуя штрафные круги. Команда Кубы три цели из пяти были поражены. На данный момент еще одна осталась. Если ее поражиться, сегодня будет один грома. Ангола. Итак, Ангола завершает второй круг и выдвигается на третий, где Куба хочет поддержать выполнение третьей огневой задачи. Ну что ж, у Судана пока второй круг. Ждем с нетерпением и посмотреть хотелось бы уже на отсечку по времени сравнить результаты выступления этих экупажей по кругам. Итак, ведет боевую стрельбу наводчик-оператор. Видно, как страховочный пулемет. И слышно здесь, на судейской вышке, пока цель не поражена. Боеприпасы еще остаются. 15 боеприпасов нужно грамотнейшим образом израсходовать короткими очередями вести боевую стрельбу. Но, по всей видимости, это штрафной круг, друзья. Не удается поразить мишень. Экипаж докладывает о том, что боеприпасы израсходованы, оружие разряжено. и получив команду от главного судей соревнования отправиться на штрафную дистанцию, выезжает с участка боевой стрельбы второй огневой задачи. Итак, 500 метров штрафной дистанции, скоростной участок, 4 препятствия и финиш для экипийской команды. Ну что ж, а вот и Вьетнам, друзья. Да, и экипаж Вьетнама все ближе и ближе к финишу. Страдовали первыми, но и финишируют первыми, несмотря на три промаха, три мишени не были поражены, три штрафных круга пришлось пройти экипажу, но, тем не менее, результат неплохой. Экипаж работал достаточно слаженно, механику водителя отдельно спасибо, минимум нарушений на препятствиях. Итак, считанные десятки метров и, быть может, уже и всего-то навсего несколько метров до финиша остается. Встречаем аплодисментами экипаж Вьетнама финиширует в танковом биатлоне в индивидуальной гонке. Результат 32 минуты и 17 секунд. Ну что ж, друзья, болельщики тем не менее рады за свой экипаж, за свою команду. Молодцы, справились с поставленной задачей, финишировали. В первую очередь не нарушили требования безопасности, не допустили травматизма, все живы-здоровы, с прекрасным настроением. Поднимают государственный флаг над танком Т-72Б3, наш российский танк. Обеспечил такое замечательное, здоровое, здоровое обеспечение переднамской спецслужб. Итак, команда Анголы на экранах. Ну что ж, Анголы третий круг, друзья, да, третий круг и впереди боевая стрельба по мишене на номер 9. К сожалению, Ангола пока не поразила ни одной цели, ни одна мишень не поддалась экипажу из Анголы. Ну и безусловно, хотелось бы, чтобы с девятым решением ребята справились. Итак, сейчас в первую очередь работа новой чека-оператора. От его работы будет зависеть, будет необходимо заходить на штрафную дистанцию. До финиша остается буквально около двух километров. Но если будет штраф, то, соответственно, плюс лишние пятьсот метров. Итак, загрузка боеприпасов. Перед этим напоминаю, всему экипажу выбраться из боевой машины, обозначить построение и после этого начать загрузку боеприпасов. Передаю сейчас пулеметную ленту наводчик-оператору. Спайрин и пулемет, калибр его 7,62 мм, 15 боеприпасов, 5 из них с трассирующими пулями. Итак, ну что же у Судана останавливается и почему-то включает заднюю передачу, начинает движение назад. 24 минуты уже позади. Ну а тем временем красная цель, мишень номер 9 для команды Ангулы. Хорошо видна в поле, дальность до нее 800 метров. Остается наводчику-оператору всего-то на всего с ней справиться и хотя бы одна пуля залетев разобьет ее и экипаж тогда отправится финишировать без штрафной дистанции. Красный флаг поднят. Боевой стрельбы пока нет. Не удается экипажу загрузить боеприпасы, зарядить пулемет. на экране мы видим мишень для команды Ангулы и танк под управлением экипажа из Судана. По всей видимости сбились с маршрута, в связи с чем механикам водителя пришлось сдавать назад и возвращать танк на дистанцию длинной гонки. Белый флаг поднят полевым арбитром на участке ведения боевой стрельбы и спаренного пулемета. Команда Ангулы готова вести боевую стрельбу, но сейчас ведет поиск цели. По всей видимости цели не обнаружено. наводчиком и оператором. Фернандо Сезуи Де Жезуш Мануэль будет вести боевую стрельбу. Итак, друзья, ведет боевую стрельбу сейчас хорошо. Видно, экстракочет пулемет по красной мишени, но попадания к сожалению нет. докладывает экипаж о том, что завершили боевую стрельбу, просто патроны закончились и можно продолжать дальнейшее путешествие, увлекательное путешествие по трассе индивидуальной гонки, но с заходом на штрафную дистанцию. плюс 500 метров команды Анголы. Анголы дебютантов дебютантов с первым выступлением, с первым выходом на трассу индивидуальной гонки и время 32 минуты 16 секунд. Ну, что же, еще и на одну секунду опережают команду Вьетнама. Мы поздравляем всех куфинских болельщиков, тренерский штаб, ну и, собственно, на сам экипаж. Настоящие молодцы, справились с волнением, переживанием и здорово отработали все задачи индивидуальной гонки танкового биатлона. Итак, вот что же, экипаж Судана прибыл для выполнения второй огневой задачи боевая стрельба из зенитного пулемета Корт. Ведет поиск цели командира танка. В первую очередь, это его одна из основных задач поразить мишень номер 25. Мишень имитирует зависший вертолет противника. Далее за цель 900 метров. При попадании сработает фаер. Мы с вами увидим, было ли попадание или нет, но в порядке исключения, друзья мои, бывают такие ситуации, когда попросту фаер не срабатывает. Что-то происходит не так, в связи с этим обязательнейшим образом выезжает вся судейская коллегия для осмотра мишени, фиксирует каждое попадание, фотографирует мишени и в штабе танков убьет луна и обсуждает каждый заезд, после чего протоколируется все, подписывается главный судей соревнований. Мы поздравляем экипаж судана, справились с задачей по поражению мишени номер 25. Командир танка расход расходов боеприпасы попросту выстреливает их нужно разрядить сейчас пулемет, после чего доложить на судейскую вышку о том, что оружие разряжено, боеприпасы расходованы, задержек при стрельбе не было. Ну и лишь после получения разрешения на дальнейшее движение на главном соревновании продолжить преодоление препятствий и финишировать уже совсем скоро придется кончировать и команду Судана. Мы будем выполнять еще такую задачу и подаваться безополно к этой партии. Итак, друзья, у нас на трассе команда Агголы и команда Судана. У Судана три из пяти поражены мишени, впереди еще одна цель, ну а Ангола уже выстрелила все боеприпасы имеющиеся и, к сожалению, ноль против пяти ни одного попадания не было. Ну что ж, тренировки, тренировки, еще раз тренировки, были, я уверен, сделаны выводы тренерским штабом команды Анголы и посмотрим, как выступит второй, третий экипаж ангольской сборной, быть может, с результативностью боевых стрель будет получше. Так, на экранах сейчас как раз-таки танк под управлением механика-водителя команды Анголы выбирается на противоположный берег противотанков. Прошу прощения, препятствия в рот. Впереди еще противотанковый рот и холм и ограниченный проход с огромным количеством ограничительных столбов. Но сейчас все зависит от механика-водителя , имеющая преодоление так же препятствия без нарушений и финишировать без штрафных площадок. Итак, синий танк на экранах. Давайте посмотрим, действие механика-водителя на прямолинейном участке набирает скорость уже более 50 км в час, 53, 54 км в час. Но не стоит сильно торопиться механику-водителя. Я думаю, все же нужно собраться и осторожным образом пройти все оставшиеся препятствия Судану. Ведь неплохие результаты боевой стрельбы. И очень не хотелось бы, чтобы были нарушения порядка преодоления препятствий и заход на пикстоп. Как минимум один пикстоп одна минута затраченного времени. 65 км в час фиксирует сейчас GPS-трекер скорость танка была установлена на прямой участке. Сейчас начинает праздновать скорость, переводить поворот и препятствия в рот. И так, пить стоп. Пить стоп команда Анголы. Это же было нарушение порядка преодоления препятствий. Сейчас экипажу предстоит выполнить нормативный драгин контроль на осмотр машины. Около минуты будет затрачено времени. А представители Судана завершают второй круг. 4 препятствия и вот одно из них сейчас экипаж преодолевает. Давайте посмотрим будет ли оно успешным. Да, проблем не вызывает у механик-возителя препятствия об рот. Выбирается на противоположный берег. Белый флаг поднимает полевой арбитр. Можно продолжать движение по трассе гонки без стопа, без штрафной дистанции. И штрафной площадки. Ну что ж, штрафную дистанцию еще есть возможность заработать, чего мы ни в коем случае не желаем команде Судана. Впереди еще одна боевая работа стрельба по мишене номер 9. Скоро мы ее дождемся. Осталось совсем немного до завершения второго круга экипажем и переход на третий круг. Все ближе и ближе стараемся приятной мишень. Учаться механик-водитель до тех пор, пока мишень не приблизится на 800 метров. Вот именно на такое расстояние наберена мишень номер 9 от экипажа, по которому ведет боевую стрельбу наводчик-оператор. Ну, в данном случае будет вести наводчик-оператор из спаренного пулемета. калибр спаренного пулемета 7,62 миллиметров. Итак, Ангола на экранах завершив контрольный осмотр машины, к сожалению, потеряв еще около минуты, даже немного больше, около минуты 20 секунд, завершает выступление танковом биатлоне. Давайте посмотрим, какое время. Немного более 40 минут, 42 35 уже время. Финиш! Финиш! Экипаж команды Анголы, первый экипаж финишировали с именем 42 минуты, 43 секунды. Ну что ж, к сожалению, не поразив ни одной цели, но тем не менее, чистый пола механика-водитель, которая фактически вытянул этот заезд. Вытянул эту гонку для первого экипажа, приложив максимум усилий в преодолении препятствий, представленных на трассе индивидуальной гонки. Ну а команда Судана вынуждена зайти на площадку страхового времени и также выполнить травматичный гарантик. Была ошибка допущена на препятствие. «Синий танк» на экранах сейчас повторим и наблюдали прохождение препятствий «Курган». Ну что, здесь было зафиксировано нарушение и сейчас мы видим, что присоединился переводчик к экипажу. Он докладывает сейчас о том, что проблема со связью. Нужно разобраться, в чем причина. Причина в технике, либо, быть может, какой-то ошибке экипажа. присоединился переводчик сейчас пытается установить и наладить связь. К сожалению, пока не получается. Итак, дорогие друзья, впереди у нас еще один заезд танкового биатлона второго дивизиона, который состоится по завершению выступления экипажа Судана. Выступят Уганда, Лаос и Мьянма. Нет связи. Руга. Итак, докладывает сейчас тренер команды о том, что нет связи с экипажем. Причины могут быть разные, попросту сбилась настройка радиостанции, но знает чистоту, я уверен, что экипажи знают чистоту, на которой они работают. Несложные манипуляции, несложными действиями радиостанции, установленные в танке, можно настроить. Ну, пока можно лишь догадываться. В чем причина? Обязательно техническая группа установит, есть ли в этом вина экипажа или нет. Время засекается на технические проблемы, которые возникают. И в случае, если техническая комиссия подтверждает, что вины экипажа в этом не было, то секунды попросту будут вычтены из общего времени результата. И вот как раз тот самый момент, когда было нарушение, дорогие друзья, порядка предрения препятствий, при выходе из противотанкового рва, механик-водитель команды Федана затепил один из загружительных столбов, тем самым заработал себе штрафную площадку. Ну что ж, вот и болельщики на экранах, несмотря на прохладную, мягко говоря, погоду сегодня, 5 августа, тем не менее поддерживает свой экипаж, громко аплодирует, дарит тепло своих сердец, тепло своих душ и тепло своей поддержки своему экипажу. Итак, красный флаг поднят, пока нет выхода из штрафной площадки. Разобрались или нет с связью, пока нет информации, мы видим, что судья и тренер команды Судана пытается установить связь, выходит на своих ребят, на свой экипаж, но тем не менее болельщики не унывают и поддерживают свою команду. Все хорошо, все здорово, это танковый биатлон, команда впервые принимает участие в этом году, но я думаю не последний раз будет это отличной традицией приезжать ежегодно, набираться опыту, тренироваться и выступать показывая все лучшие и лучшие результаты. в следующем году. И так, и все же продолжает пытаться связаться тренер команды я говорю вам, что нет связи и так, дорогие друзья ну что ж, это индивидуальная гонка здесь каждый экипаж демонстрирует свои умения в индивидуальном зачете в личном зачете выступает каждый экипаж от каждой команды награждение будет за индивидуальную гонку отдельно как лучшему экипажу, продемонстрирующему лучшее время и лучший результат в танковом биатлоне ну а в армейских международных играх при награждении уже будет победа в целом всей команды за эстафету, ведь в эстафете принимает участие вся команда все три экипажа вообще в соответствии с правилами проведения танкового биатлона состав команды это 21 человек четыре экипажа три основных, один запасной в каждом экипаже по три человека итого 12 танкистов прибывает тренерская группа в составе из двух военнослужащих глава делегации ну или старшей команды и техническая группа обеспечения так вот в целом можно считать, что победа в танковом биатлоне это конечно же работа всей команды в целом потому что каждый прикладывает неимоверные усилия и подготовки к заезду при выступлении при анализе работы проведенной в ходе заезда в танковую биатлону ведь перед тем, как выступает следующий экипаж второй, третий нужно проанализировать выступление первого экипажа и постараться учесть все ошибки допущенные танкистами выступающими первыми принять, так сказать все те цельные и ценные указания своих тренеров ну что ж, продолжим движение танка синего цвета экипаж Суданов впереди еще третий круг, дорогие друзья это одна из боевых стрельб боевых задач этого заезда стрельба из спаренного пулемета по мишени номер 9 позади 42 минуты 7 секунд 3 из 5 мишени было поражено у экипажа команды Судана мы поняли о том, что две мишени номер 12 поразили и 25-ю мишень с зенитного пулемета поразил командир танка ну что ж, остается отработать здоровый наводчик и оператор и все будет замечательно пока 49.34 секунды но Ангелу не удастся уже догнать по времени Ангелу 42.43 мишировала, закончила свое выступление так, друзья, давайте посмотрим на порядок преодоления препятствия участок минно-взрывного заграждения здесь непросто выдержать боевую машину после гребенки так и рвется танк то влево, то вправо но тем не менее опытными действиями механика водителя удается выровнять машину так, арбитр сейчас нам показали на экранах осматривал часть защиты бронемашины, танка только просто по всей видимости от большой нагрузки от действительно на пределах своих возможностей работают люди и техника не выдержала и упала на трассу но тем не менее, как говорится, на скорость не влияет продолжается заезд продолжается гонка танкового биатлона и один экипаж у нас на трассе сюда и вот как раз таки, друзья мои тот момент, то, о чем я и говорил с гребенки выходя на очередное препятствие участок минно-взрывного заграждения нужно быть механик-водителю предельно внимательным и удержать боевую машину итак, экипаж приближается к очередному препятствию это косогор два косогора установлены между препятствием эскарп но, как мы видели по сечению прошедших заездов были допущены ошибки некоторыми командами, некоторыми механиками, водителями попросту задеты ограничительные столбы сваливания пару раз мы наблюдали но, тем не менее, пока у Судана получается преодолевательное препятствие и эскарп 90 сантиметров из этой эскарпа сбавляет скорость до трех нельзя этого делать остановка зафиксирует ли ее как нарушение порядка преодоления препятствий уточним у главного суда соревнований а пока продолжает движение танк под управлением механика водителя суданской сборной еще один косогор что считанные метры остаются до выполнения очередной огневой задачи боевая стрельба испаренного пулемета калибра 8,62 мм 15 боеприпасов 5 с российскими тулями но передая его из стрельба нужно загрузить боеприпасы для этого необходимо остановить танк заглушить двигатель после чего выбраться за боевой машиной после чего загрузить боеприпасы доложить на судейскую вышку своему тренеру о том что оружие заряжено и экипаж готов к ведению огня после этого тренер докладывает главному суде главный судья разрешает дает команду на открытие огня по мишени номер 9 как и собственно по всем остальным целям которые имеются в танковом биатлоне в индивидуальной гонке ну что ж в отличие от индивидуальной гонки в эстафете добавится целей добавится мишеней если в индивидуальной гонке стрельба по мишене номер 9 ведется по одной то в эстафете каждый экипаж стреляет по трем девятым мишеням а также добавляется при стрельбе из зенитного пулемета еще одна мишень это мишень номер 11 но это будет еще не скоро мы все же дождемся завершения выступления всех экипажей в индивидуальной гонке а только лишь с 10 августа стартует следующий этап эстафета в эстафету пройдут по шесть команд из каждой группы из каждого дивизиона нужно обязательно закрыть люк да это одно из условий прописанных положение в правилах танкового биатлона итак люк закрыт и дает разрешение главного судья соревнований на введение боевой стрельбы хотя нет вы посмотрите пока боевой арбитер держит красный флаг сорок семь минут сорок три секунды позади друзья он гвозди без двенадцати минут как час фактически уже на трассе индивидуальной гонки команда судана первый экипаж впервые принимающие участие ну что ж несмотря ни на что развивается государственный флаг судана в руках болельщиков в руках поддержки отличная поддержка у команды судана еще раз повторю друзья мои здесь на полигоне достаточно прохладно ну а все мы знаем о том что судан достаточно теплая страна и несмотря на не очень хорошую погоду сегодня болельщики ни в коем случае не унывают сидят на трибунах аплодируют и поддерживают свой экипаж итак нужно завести танк после того как осуществили загрузку боеприпасов по всей видимости замешкались растерялись и механик водитель не заводил боевую машину по этой причине как раз таки был поднят красный флаг полевым арбитром итак белый флаг в руке полевого арбитра мишень в поле дальность 700 метров боеприпасы загружены условия для того чтобы поразить мишень созданы фактически идеальные остается лишь только попасть хотя бы одной пулей и миновать штрафную дистанцию отправиться к финишу ведет поиск цели наводчик оператор но пока не удается либо обнаружить цель либо еще какие то проблемы вы знаете некоторые экипажи чувствуя что не удается попасть в прошлом году попросту отстреливали боеприпасы молниеносно за несколько секунд докладывали о разряженности оружия и отправлялись на штрафную дистанцию тем самым экономили быть может время ну это не запрещает это можно оценивать как стратегию выступления если экипаж знает что в стрельбе испаренного пулемета подготовка не на высшем уровне то быть может это и правильное решение но остается только лишь догадываться хотя безусловно наивысшей правильностью решения будет боевая стрельба и результативная боевая стрельба которую все мы так ждем с нетерпением в танковом биатлоне и так ну что ж завершена стрельба да боеприпасы закончились израсходован есть боекомплект 15 боеприпасов 5 из них с трассирующими пулями но к сожалению не принесли они ни удачи ни пробоины в мишени номер 9 придется пройти еще одну штрафную дистанцию еще 500 метров и только после этого отправиться на прямолинейный участок завершая выступление первого экипажа в танковом биатлоне ну что ж сейчас нам продемонстрируют лучшие моменты выступления кубинской команды а также кубитирующие впервые участвующие в танковом биатлоне в 2019 году в целом можно сказать что команда задачей справилась хорошо выступила впервые и продемонстрировав нам такие блестящие результаты по поражению целей по поражению мишени посмотрите как радуются болельщики за кубинскую сборную были штрафные дистанции была и штрафная площадка но тем не менее этого было минимум этого было минимум экипаж выступает достойно и финишировал достаточно с неплохим результатом вот на экранах сейчас как раз таки экипаж танковый кубинской сборной развивается государственный флаг республики куба над танком предоставленным российской федерации всем участникам танкового биатлона да еще раз напомню все участники принимают участие на танке Т-72Б3 предоставленным российской стороной за исключением команды Республики Беларусь которая неугодна привозит танк стоящий на вооружении в республике но это такой же танк Т-72Б3 закупленный в российской федерации и стоящий на вооружении в вооруженных силах республики Беларусь команда китайской народной республики также традиционно выступает на своем танке это танк тип 96 в этом году очередная его модификация тип 96Б в соответствии с характеристиками представленными китайской стороной да и те характеристики которые мы можем найти в открытом доступе в интернете 1000 лошадиных сил мощность двигателя китайского танка друзья пушка практически идентично установленные пушки на танке Т-72Б3 ну много много есть схожестей но тем не менее танк произведен в другой стране танк свой тот танк на котором команда тренируется и успешно выступает ну а мы вернемся на трассу индивидуальной гонки танкового биатлона второй дивизион у нас сегодня выступает и сейчас команда судана на штрафную дистанцию пройти 50 метров и отправиться в дальнейшее путешествие совсем немного до финиша остается друзья и так прямолинейный участок скорость 30 почти 30 километров в час механик-водитель не спешит старается не спеша но без нарушений привести свой экипаж к финишу до последний круг друзья завершает выступление первый экипаж команды судана впереди еще успешно и брод и так хорошо проходит данное препятствие поднимает белый флаг сейчас полевой арбитр выбирается на противоположный берег экипаж судана и продержаться немножечко остается без нарушений порядка определения препятствия на последнем издыхании фактически уже экипаж выложился на полную катушку но нужно держаться держаться до финиша тем более осталось буквально совсем чуть-чуть считанные десятки метров итак препятствия курган шесть метров итак еще у механи проводителей участвующих танков в диагоне ну собственно как с ним механика водителя команды финиш итак ограниченный проход предпоследнее препятствия здесь нельзя зацепить ни один из заграничительных столбов справляется механик водитель посмотрим время пятьдесят шесть минут сорок шесть сорок семь секунд ну да время конечно далеко не лучшее но тем не менее давайте еще раз сделать небольшую скидку это экипаж участвующий впервые в танковом диагоне возможно впервые управляющие танков итак финиш синий танк команда судана первый экипаж завершает выступление в индивидуальной гонке танковый биатлон ну что ж спасибо за работу вы настоящие молодцы благодарим за выступление друзья мои с вами был комитет Николай Футеров очередной заезд состоится уже через сорок минут в котором состоятся в котором встретятся еще три экипажа трех команд второго дивизиона время судана сорок одна минута и пятьдесят семь секунд да это общее время с момента старта вьетнама пятьдесят семь минут а так немного более чем сорок одна минута ну что спасибо еще раз всем за внимание услышимся уже совсем скоро спасибо 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 и снова увидимся в этой студии спасибо